Обвиняется в мошенничестве на сумму около 450 миллионов рублей. В Ахитовском суде стартовал процесс по делу 56-летнего Роберта Ташкалова. По версии следствия, он под предлогом получения займа на организацию производства композитных материалов похитил деньги двух инвестиционных компаний, а также обманул и физические лица. Но на процесс посудимый сегодня не пришел. Почему, а также об инкриминируемых ему преступлениях, расскажет Нафиса Минязова. Все очень сложно. Мошенники работают очень хорошо. До начала судебного процесса потерпевшие переживали, придет ли на процесс посудимый. Мужчина находится под подпиской о невыезде. И смогут ли они наконец добиться хоть какого-нибудь решения в их пользу. Говорят, что несмотря на то, что на протяжении нескольких лет они пытаются добиться правды, все же надеются на благоприятный исход всей этой истории. И Роберт Ташкалов сам выплатит им нанесенный ущерб. Согласно уголовному делу, он совсем не мал. Около 450 миллионов рублей. Ташкалов обвиняется в том, что в период с октября 2009 года по июль 2015 года, являясь генеральным директором ЗАО ЯМТ+, ЗАО ЯМТ, ЗАО Нуран и ООО Нуран Пласт, действуя из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ООО Татнефтехим Инвест Холдинг, ООО Химик и ООО Росхельхозбанк, а также троих граждан, не исполнил обязанности по репатриации денежных средств, перечисленных по контрактам на счета немецкой фирмы и фирмы Швейцарской конфедерации. Как установили следователи подсудимому, под предлогом расширения бизнеса инвесторы выделяли деньги на строительство производственного комплекса. Однако на эти цели пошла лишь малая часть средств. Кроме того, согласно уголовному делу, обвиняемый взял кредиты, как сам так и уговорил это сделать сотрудников своей фирмы, обещая все погасить. Но обещание так и не выполнил. 5 миллионов его подчиненных выплачивают самостоятельно. Сейчас ему инкриминируется преступление по статьям мошенничества и уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств, то есть не возвращение денег, перечисленных иностранным компаниям. По словам потерпевших, они уже на протяжении нескольких лет пытаются доказать вину подсудимого, но каждый раз он придумывает новую причину для того, чтобы не явиться в суд. В этот раз он предоставил справку о том, что переболел острым бронхитом. Также по неизвестным причинам в суд не явились его адвокаты и некоторые потерпевшие. В связи с этим рассмотрение дела перенесли на 20 марта этого года. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112.